всем привет это проект люди равно балакова мы рассказываем об истории современности нашего города сейчас я нахожусь на улице коммунистическая возле здания которое знакомо всем балаковцам она привлекает внимание и выделяется среди других домов сейчас здесь музей раньше был дом купца голованова старосты деревянного тройского храма его дочь олимпиада васильевна стала учительницей в 1911 году село балакова становится городом здесь открываются школы как для мальчиков так и для девочек гимназии начальные школы училища детям старались дать образование чтобы они потом могли прокормить себя и свою семью богатые люди зарабатывая деньги считали что за образованием будущее давали своим детям знания давали своим детям возможность учиться а когда достигали каких-то целей лавочку завели там магазинчик небольшой то дети прекращали обучение уже считали что зачем же гневить бога он нам уже так сюда у крестьян наоборот у них большая часть детей старались получить образование там в балакове торговое село кто нужен конечно же те кто умеет читать считать он может найти себе работу школы во время становления советского союза открывались домах в которых раньше жили купцы и головановский особняк тоже на долгое время превратился в образовательное учреждение когда свершилась октябрьская революция олимпиада голованова передовая преподавательница литературы оказалась одна из немногих кто не бежал из балакова потому что это была ее родина она любила этот пор она это здание то есть дом свой своих родителей подарила городу дарила городу и в этом здании открывается школа школа семилетка или как тогда называли школу второй ступени и в этой школе она тоже работу была преподавателем эти комнаты где раньше располагались спальни гостиная кухня превратились в учебные классы в зале был паркетный пол круглая железная печка одной частью выходила в зал топили дровами зале длинном коридоре перед ним делали упражнения все ученики и зарядку поле была библиотека на чердаке туда вела крутая лестница с узкими ступенями за учащимися были закреплены свои классы дежурные готовили к уроку доску приносили карты мел из этого коридора каждая дверь вела в кабинет в каждом классе обучались около 30 ребятишек классов этой школы были вот такие старые деревянные парты наше время к сожалению таких наших обычных школах не встретить здесь у них всегда есть место для учебников тетради ну и конечно же брали книги и изучали различные дисциплины олимпиада васильевна преподавала литературу и в музей сохранились книги того времени возможно они служили учебниками книга достаточно таки старый здесь даже есть год 1915 года и стихотворение небольшие рассказы отношение к учителям тогда было особенное уважение на грани преклонения и попробуй похулигань моментально окажешься за дверями класса заслужить потом хорошее отношение учителя было очень сложно рассказывал один из старейших работников завода имени дежуринского сейчас это зовут братьев мамины о том что олимпиада васильевна почему-то не взлюбила этого мальчика и как только она заходила в класс если он не спрятался куда-то там за печку она просила его покинуть вас может быть он вот мешал как-то может быть еще что-то но из него получился очень хороший изобретации рационализатор опыт балаковского купечества уже после революции сыграл важную роль становлений нашего города учителя получивший прекрасное образование передавали знания детям формируя будущее балакова